Смысл страданий в том, чтобы дать человеку пустоту, которую он должен заполнить. Это и называется страданием. Смысл страданий в том, чтобы дать человеку возможность исправить, обратить страдания в радость. То есть страданиями называются те желания, которые сейчас уже могут мной ощущаться как страдания, страдательные, и которые я могу в состоянии обернуть наполненными счастьем, смыслом. Ну вот встает вопрос, страдания, допустим, половина Африки голодает, или страдания там в Йемене. Не имеет значения какого типа страдания, их можно все обернуть наполнением, насыщением, буквально полным смыслом, полным величием, полным, да я уже не говорю, а пища, тепло и прочие вещи. Так вот голод, боль, для чего? Для того, чтобы наполнить. Непонятно, как наполнить это? И возьми все свои состояния и сделай из них состояние наполнения высшим светом. Он дает нам на всех уровнях то, что наши желания желают. То есть и пищу, и здоровье, и мир, и все, что хочешь. Это все идет от высшего света. Значит, нам надо просто только его притянуть к себе. Вот страдания, они являются теми полостями, пустотами, которые надо заполнить этим светом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...